Рассматриваются функции, определенные на данном отрезке. У нас есть прямая, здесь числа А и Б. И произвольная функция. Абсолютно не обязательно непрерывная, просто какая-то функция. Вариация функции на данном отрезке вычисляется следующим образом. Мы рассматриваем любое разбиение отрезка на пуске. Вовсе не обязательно на равные. И для каждого такого разбиения, а разбиение удобно записывать следующим образом. Число А давайте обозначим х нулевое, а дальше у нас идет возрастающая последовательность. И последнее ее число это Б. Понятно? Так вот, для каждого такого разбиения, значит, х0, х1 и так далее, хn, мы можем подсчитать такую сумму. Ф от х1 минус ф от х0 плюс модуль ф от х2 минус ф от х1. Понимаешь, что я делаю? Я на каждом из отрезков смотрю, насколько отличаются значения функции в концах этого отрезка. Так вот, давайте назовем вот эту величину. Вариация, соответствующая вот такому разбиению отрезка. Все понятно? Ну, в принципе, может случиться, что такая величина будет большая. Например, для функции, которая равна нулю в иррациональных точках и единице в рациональных, вы прекрасно понимаете, что такая величина может быть набрана сколько угодно большой. Просто берешь по очереди в качестве этих чисел рациональное и иррациональное. Тогда каждая слагаемая будет равна единице, ну а количество слагаемых можно взять сколько угодно больше. Так? Однако, для многих функций, которые реально нам нужны, вариация, это будет величина вполне себе конечная. Согласны? Да. Значит, для многих интересных функций вариация конечна. Например, если функция возрастающая, тогда чему равна вариация? Тогда все слагаемые будут неотрицательные, модули можно просто убрать, и это будет просто разность значений в концах отрезка. Так? Замечательно. Так вот, определение. Точная верхняя грань такого рода чисел называется вариация функций на отрезке. Повторяю. Точная верхняя грань таких вот величин называется вариация. То есть, конечно, бывают функции неограниченной вариации, они нам совершенно неинтересны. Так вот, давайте сейчас докажем следующие теоремы. Первое. Монотонная функция – это функция ограниченной вариации. Это очевидно? Да. Еще раз. Да. Потому что, когда функция монотонно возрастающая, то здесь надо все модули просто открость, да? И это будет разность значений в концах. Когда функция монотонно убывающая, ну, просто наоборот, с минусом все модули раскрываются. И это будет, ну, взятое с минусом, разное значение в концах. Отлично. Значит, вы запомнили. Монотонная функция – это пример функции ограниченной вариации. Так? Да. Второе теорема. Сумма двух функций ограниченной вариации – это функция ограниченной вариации. Разность или сумма двух функций ограниченной вариации – это функция ограниченной вариации. А вот теперь третье, действительно потрясающе красивое утверждение. Любая функция ограниченной вариации – это есть разность двух монотонных функций. То есть оказывается, что и наоборот тоже. Я вам сказал, что любая монотонная функция очевидным образом является примером функции ограниченной вариации. Так вот на самом деле и наоборот тоже. Поняли? Любая монотонная функция – это функция ограниченной вариации. Вариации функции называется точная верхняя грань вот таких вот чисел для всевозможных разбиений отрезка АВ. Разбиением отрезка называется вот такая система чисел. Давайте его разобрать. Разбиением отрезка такая система чисел. Когда мы интеграл учили, там тоже разбиение отрезка называлось такая система чисел. Вариацией для такого разбиения является вот такое число. Вариация функции это точная верхняя грань этих чисел, взятая по всем разбиениям. Итак, теперь три утверждения. Первое из них очевидное. Монотонная функция это функция ограниченной вариации. Для монотонной функции мы знаем, как раскрываются модули. Ну да, и что? И все. И даже функция ограниченной вариации это вот такая сумма этих моделей или что это? Она не поняла, кто может выйти в гостей объяснить правду. Да, да, вперед. Смотрим какую-то функцию на отрезке АВ. Разобьем этот отрезок на много-много частей. Вариации на этом отрезке данной функции мы называем вот такой вариант. Что такое функция ограниченной? Это так, для которой такие величины и могут быть слишком большими. Когда есть такое положительное число, что все такие числа меньше этого числа С. Которые не зависят от разбиения отрезка на кусочке. Вариация функции это точная верхняя грань всех вот таких вот вариаций на всех разбиениях отрезка АВ. Если у нас функция с ограниченной вариацией, то можно сказать, что вот эта точная верхняя грань, она существует. Любое ограниченное сверху множество имеет точную верхнюю грань. У нас бывают примеры, как привели пример, допустим, во всех рациональных точках функция равна единице, а во всех рациональных только нулю. В этом случае мы можем разбить отрезок АВ на бесконечное количество кусочков. Нет, не на бесконечное. На сколько угодно большой. Сколько угодно большой. Сколько угодно большой. То есть у нас нету... Данная функция у нас не будет ограничена. Вариация данной функции не ограничена. Но есть и функции... Вариация это же наибольшее значение, которое мы имеем в виду. Вариация это точная верхняя грань всех вот таких выражений на всех взгляниях отрезка АВ. Да. Прекрасно. Я это поняла. Нет, я это даже запомнила. Теперь функция с ограниченной вариацией. Это когда это вариация не бесконечность и не минус бесконечность. Когда не бывает минус бесконечность. Это значение, что вариация не бывает. Когда значение вариации ограничено. Сверху. Когда существует сухрана. Ну да. Ну короче, варика, наверное, не бесконечность. Да, да, да. Когда все эти личины ограничены, сверху не одним и тем же число. Хорошо. А дальше что? А дальше нужно решить три задачи. Первый. Для монотонной функции понять, что она является функцией граничной вариации. Монотонная это возрастающая или углывающая. Ну, точнее, не возрастающая или не углывающая. А, это же понятно. Предположим, что функция возрастает. Ну, не углывающая. Вот тогда вот в этом выражении просто можно убрать все модули. Ну, мы видим, что f от x первого и минус f от x первого соглашаются. Получается, f от x первого и минус f от x первого. Да. Это есть значение в точке b и значение в точке а. То есть, как конкретное число, друг другу, пусть не может. Значит, функция с ограниченной вариацией. А, все, не нашел. Мы как-то все, не нашел. То есть, монотонная функция является функцией с ограниченной вариацией. Так? Так. Теперь нужно доказать еще два утверждения. Значит, второе. Это сумма или разность двух функций ограниченной вариацией. Это функция ограниченной вариации. Функция с ограниченной вариацией. И третье утверждение. Наоборот, любая функция ограниченной вариацией является, ну, например, разностью двух неубывающих. То есть, функция может быть с ограниченной вариацией на отрезке таком-то и... Ну, что здесь давайте учить. Не с ограниченной вариацией. А ограниченной вариацией. Функция ограниченной вариацией. Однако на разных отрезках. На каждом отрезке своя вариация, да, конечно. Вот представьте себе, что у нас здесь есть конкретный... То есть, мы на одном отрезке не ограничены? Нет, мы берем некий конкретный отрезок и на нем рассматриваем функцию. Другие отрезки нас не волнуют, и она там вообще не определена. И если посмотреть сумму функций на этих двух отрезках, то... На этом отрезке... Итак, повторяю задачу. Ф – функция ограниченной вариации. Ж – функция ограниченной вариации. Почему F плюс G – функция ограниченной вариации? Не только для ограниченной церкви, а для каждого. И сложить все эти неравенства. Да. Ну и понятно, что если вот эта блокадь – это верхняя граница, и эта блокадь – это верхняя граница. У суммы таких выражений была, и у суммы тех выражений была, то и... То есть, более того, мы сейчас доказали забавную вещь. Вариация суммы двух функций ограниченной вариации не превосходит сумму вариаций. Правильно? Доказали такое забавное неравенство. Давайте я его запишу. Ну, значит, вариация суммы F плюс G не превосходит суммы вариаций. Замечательно. Так, а теперь, собственно, ради чего мы все это делаем? Повторяю задачу. Докажите, что если у нас есть функция ограниченной вариации, то это можно представить в виде разности двух неубывающих функций. Двух неубывающих функций. Там сумма, кстати, где сумма та разность. Ну да. Не должен. Нет, от того, что у всех значений функции измените знак, ну да. А на вариации не изменится. Так вот, сумма или разные, как нравится, двух функций ограниченной вариации, это функция ограниченной вариации. В частности, разность двух монотонных, это функции ограниченной вариации. А вот теперь третье утверждение, которое объясняет, что на самом-то деле никаких других нет. Что любая функция ограниченной вариации, это монотонные функции? Нет, это разность двух монотонных. Да. Главное, догадаться, как эту формулу записать. Потому что если просто смотреть, то абсолютно непонятно, откуда же это. Как же, у нас есть функция ограниченной вариации. Откуда взять ее представление в виде? Представьте, у нас есть функция, известно, что она ограниченной вариацией. Что для этой функции вы можете... Какую величину вы можете рассмотреть? На самом деле, есть одна единственная величина, которую можно рассмотреть. Это вариация на отрезке... Нет, на АБ это на отрезке от А до Х. Смотрите. Вариация функции F на отрезке от А до Х. Вы понимаете, что эта величина зависит от А? Скажите, пожалуйста, если X равен А, то чего она равна эта вариация? Нулю. Отлично. Если X равен B, то это и есть вариация на отрезке. Так? Замечательно. А вообще-то это какая-то функция от А. Она какая? Убывающая, возрастающая? Не убывающая. Возможно, вообще где-то быть. Ну, посмотрите. Если наша функция... А, ну что, знаете, что она... Она не убывающая. Тогда, конечно, там... Не уменьшается. Значит, она не убывающая. Вот, конечно, что хочется сказать следующее. Пусть у нас есть отрезок от А до Х. Ребята, пусть у нас есть какой-то отрезок от А до Х. Да? И здесь некая величина Y. От А до Х. И от А до Y. Что мы можем сделать? Мы можем взять и для отрезка от А до Y такое разбиение, в которое входит точка X. Вообще ведь, если к любому разбиению добавить точку, то ответ в этом значении уменьшится. Очевидно? Вообще-то вообще-то нет. Вот. Поэтому на самом деле, ребята, вариация на отрезке от А до Y – это и есть сумма вариаций от А до Х плюс от Х до Y. И вот, допустим, вы догадаетесь, какой же формулой записать функцию f от Х. То есть, f от Х – это есть вот такая вот вариация. Это не убывающая величина. А теперь плюс что? Это не убывающая величина, а вторая наоборот. Какое? Не возрастающая. Пожалуйста, напишите, что означает, что вторая слагаемая не возрастает, и поймите, что это очевидно. Итак, про первое мы уже все поняли, правда? Итак, что нам нужно доказать? Что вот эта величина является чем? Не возрастающая. Вот это у нас возрастало, не убывало. Да. Нужно доказать, что это наоборот, так? Да. Отлично. Вот давайте это аккуратно напишем. Пусть А меньше или равно Х, Х меньше У, а У меньше или равно Б. Нужно доказать, что Ф от Х минус вариация функции Ф на отрезке от А до Х. Нужно доказать, что здесь должна быть не убывающей, а здесь наоборот не возрастающей. Поэтому, если Х меньше У, то значение в точке Х должно быть больше или равно. Вот моя цель. А мне кажется, что это очевидно. Это не вам как, это действительно очевидно. Арсений, можешь сначала объяснить, пожалуйста? Нет, нет, нельзя. Сначала объясни, не разница, а кто ответит наоборот? Ну, у нас есть отрезок, соответственно, Х, У. В наших обозначениях это было Х0, как лучше назвать. Нет, нет, я не буду. А если У слева, но мы просто можем действительно на отрезке Х, У взять разбиение, состоящее только из двух точек. В разбиении не обязательно промежуточные точки. Разбиение может состоять из двух точек тоже. Дальше, да, и что? Напишем действительно, чему равна вариация. То есть, модуль Ф от Ис минус Ф от Ис. Модуль, да. Очевидно, что это больше или больше. Морчи. Ну, не позвольте. Ну, все, все, все. Очевидно. Ф от Ис. Минус Ф от Ис. Это все непонятно. Так что, теперь вы посадите. Вот. Почему вариация на отрезке это АДИК, минус вариация на отрезке это АДИК, и вариация на отрезке АДИКС, и вариация на отрезке АДИКС. Да. Возьмем вариацию, вот у нас есть отрезок АДИКС. И возьмем на нем вариацию, чтобы Х туда тоже входило. Ну, в это разбиение. Вот. И тогда вы можете считать, что точка входит. Дело в том, что от добавления любой промежуточной точки выражение не уменьшается. А, все правильно. Поскольку мы берем точную верхнюю грань всех данных вот сум, то можно считать, что точка Х присутствует во всех таких разбиениях. Мне кажется, что это вполне понятная задача.